наш эфир продолжает очередная встреча с леоном вайнштейном здравствуйте леон и с праздником вас и всех наших радиослушателей причем и happy passover и good friday happy good friday совпали истер и пасовар ну и наверное все таки мы вернемся к теме доклада малора и выступления пресс-конференции ньюс-конференции генерального прокурора бара давайте наверно с этого начнем нашу всевозможную беседу во-первых хотел бы сказать что позор что называется нам всем нашей стране что во первых все это продлилось два с лишним года вся эта история а во вторых что мы не можем мы я не имею ввиду нас с вами я имею ввиду в основном демократов которые не могут с этой темы слезть потому что они уже так высоко залезли и и настолько привязались к идее того что трамп предал родину и что вот-вот завтра это все откроется узнается и наконец-то сказать ненавистного трампа вместе с ними всех этих бесноватых религиозных фанатиком типа майка пенса и тому подобное выгодят поганой метлой из из белого дома из окрестностей это не случилось а они же точно знают правильно что это что трамп предатель что он обработает на путина что у него там ну не знаю там что еще миллиарды долларов лежат в банке которые ему путин положил даже некоторые российские значит бывшие российские блогеры там и и как называется политические комментаторы писали что точно знают пьянковский написал что он точно знает что 30 миллиардов долларов лежит в таком-то банке на кипре и туда их отвез там такой-то человек сечен по-моему то есть все точно абсолютно знали что трамп предатель и прочее а раз они точно знали а человек который искал не нашел то значит он либо плохо искал либо тоже предатель родины а их родины имейте ввиду как они эту родину понимают там где-то сказать вот все равны всем хорошо все живут потрясающей жизнью никто не работает но все получают максимум благ а деньги сваливают и и блага просто на них сверху вот значит а поэтому мюллер значит на секунду стал когда ничего не нашел стал врагом но они тут же опомнились и нашли другого врага значит знаете был такой принцип во времена римской эхотерской империи что человек который вестник который приходил спас плохой вести и он скажет там казнили да или там что-то такое ему делали плохое как будто он в чем-то виноват так вот значит сейчас у нас виноватый теперь во всем это бар то есть начнут бомбар который еще совсем недавно был просто света чем в глазах у всех и у демократов и республиканцев и человеком который никогда не даст так сказать профессиональный вот эти вот пока люди очень странные его животные пока нам кажется что человек сделает именно то что мы хотим чтобы он сделал мы в его обожаем а потом когда он делает не то что мы хотим а а что-то допустим честное правильно и прочее то несмотря на то что мы где-то в глубине на душу и понимаем что он наверное сделал профессионально правильно мы все равно его не давить вот это самое произошло сейчас демократами которые ненавидят бара человек все что он сделал это он на четырех страницах сначала написал скажем так сказать выводы из того что проделал мюллер это раз потом начался крик его и что это не не суммирование он на что он написал это не суммирование это выводы а ну и наконец пришел вот день когда все организации которые должны были проверить на секретность выяснить там вычеркнуть вычернить как они говорят те разговоры те допросы или те упоминания о каких-то методиках которые не надо чтобы знал что называется враг или какие-то вещи которые просто надо скрывать потому что они секреты а значит когда это все произошло то значит бар вышел на утром на пресс-конференцию и сообщил в 20 минут он делал доклад свой как бы о том как велось расследование значит на каких основаниях делались выводы рассказал о том что значит 14 следователей тирея прокуроров которых взял мюллер которые все были оголтелые демократы ненавидели трампа они все искали искали и не нашли ничего о том что трамп может быть каким-то образом ли кто-то из него людей значит с российскими спецслужбами с кем-то еще там из россии с мафии не знаю с кем-то значит пытались связаться работать вместе для того чтобы победить хиллери клинтон еще такая проблемка значит у демократов они же не могут поверить что такой плохой человек как трамп победил такого хорошего человека хиллери клинтон поэтому они тоже считают что значит что то такое произошло типа значит вмешалась какая-то мощная сила из-за границы или там так сказать вообще не с нашей планеты и все повернуло так что вот значит честная хорошая положительная хиллери проиграла этому кошмарному ничего не умеющему человеку по фамилии трамп значит поэтому вот из этого клубка они выбраться никак не могут и как все и предсказывали они будут продолжать кричать то же самое но теперь уже знаете вот как говорили что от комедии на трагедии один шаг вот точно так же от трагедии до комедии один шаг раньше так сказать мы все думали что это так сказать не дай бог действительно что-то кто-то из его людей там связывался с русскими вместе там что-то такое был там одна четверть одной сотой процента какие-то такие то сказать и это была бы трагедия тот час когда уже все выяснено и все понятно не было не было вот этой вот связи не было взаимодействия то это уже теперь комедии значит мюллер да дальше значит бар сообщил что мюллер в своем отчете написал что как бы так сказать было десять случаев которые с точки зрения мюллера и его людей они на границе между вмешательством значит скажем в дела следствия президента и просто так сказать там ну скажем так сказать неправильным не этическим поведением как они себе представляли нашего президента трампа и они все эти десять случаев описали а дальше пишет что я сам не мог решить прийти к выводу в заключению значит надо значит его президента значит заниматься там импичментом экзенерейшн называйте как угодно или не надо поэтому я вот оставляю это так решайте мол сами бар сказал что они посмотрели на то что он представил все эти десять случаев они имеется ввиду розенстайн который всю эту историю начал и бар который искать ее в финале уже заканчивал не нашли там ничего что было бы похоже на попытку прекратить следствие как раз наоборот они нашли огромное количество позитивных вещей президент приказал все документы давать ничего не скрывать хотя белый дом имеет права скрывать или показывать всем своим людям которые в чем-то могли участвовать ходить на допросы честно все отвечать и тому подобное значит а то что президент извиняюсь бесился кричал швырялся писал в твитах что ему мешают быть президентом и занимаются фигней и подлогом и тому подобное то это не является попыткой прекратить следствие а является ну скажем так сказать эмоционально нормальной эмоциональной человеческой реакции на то что происходит то есть происходит тот самый охота на видимо который трамп все время и говорит а теперь нужно подойти к концу и нам так сказать дальше развивая эту или другие темы значит что сейчас происходит или будет происходить демократы значит леворадикальные демократы то есть называемое так сказать прогрессивное крыло демократической партии то что мы с вами называем там социалистами а некоторые из них фашистского толка а некоторые коммунистического толка ну неважно социалисты вот они требуют немедленного импичмента трампа совершенно непонятно на основании чего на основании того что бесился извиняюсь что ему работать не дает что я буду искать вместо вашим заниматься нормальными делами внутренней и внешней политикой нашего государства его заставляют огромное количество времени и его и лень тратит на бессмысленные совершенно абсолютно бессмысленные поиски а не было ли вот но тем не менее значит они требуют импичмента и как некоторые говорят бюллер специально подал мне трех там пятистраничный отчет как он должен был там сказать вот мы приняли решение один по этому поводу мы приняли решение два по этому поводу и вот наше объяснение на трех страницах вместо этого подал 400 страниц отчет который позволит значит он прекрасно понимал что его затребуют и получат его демократы значит чем он как бы преследовал две вещи первое он закончил свое дело не став человеком которого ненавидят демократы потому что сейчас они будут его вытаскивать и пытаться с ним там с его помощниками и того подобное решать что называется с помощью зубочистки все камешки подковыривать и выяснять или взяли какую-то еще грязь какую-то еще грязь какую-то еще грязь найти на президента и мюллер все время будет в центре внимания и ему будут радоваться так сказать его друзья демократы а то есть то самое болото о котором мы все время говорим а с другой стороны он конечно подготовил себе почву для книги потому что я уже уверен так сказать у него либо есть предложение уже с чеком либо есть предложение так сказать еще без чек оно уже четко сделанное значит о том чтобы он написал книгу обо всей этой истории естественно она будет бестселлером естественно он заработает очень много денег если бы он все скрыл и написал бы всего там 5-6 страниц выводов то он не мог бы ничего этого использовать а так это вытащено то сейчас у него так сказать готовы уже что называется треть книжки остальное будут его описание его заключение так что он себе и демократом сделал хорошо и остался в друзьях со всеми теми с которыми он хотел быть друзья и кроме того подготовил себе так сказать дорогу к обогащению к личному собственному мы не имеем ничего против этого просто стране сделал очень плохо вот сейчас и будет все продолжаться положительный очень положительный момент с этого я сейчас заканчиваю через секунду заключается в следующем а республиканцы до того как все это было скажем не закончено потому что расследование конгресса закончилось не было никакого взаимодействия расследование сената закончилось не было никакого взаимодействия и вот висело над всеми расследование мюллера которое было значительно более долгое значительно более широкое больше возможностей он мог там угрожать людям мог там так сказать их кого-то за какие-то дела там пытаться посадить что он кстати и делал не имеющий отношения к трампу вот и все так сказать ждали республиканцы Ждали, когда это закончится Потому что, ну представьте себе Если бы он, не дай бог, выяснил Что, ну скажем, координировал Кто-то из компаний Трампа С Викиликс что-то, или там с Россией что-то И тому подобное Очень не хотелось республиканцам Что называется, свою судьбу, свою карьеру Свою жизнь, свое имя Свой голос поднимать В защиту Трампа, идти вперед В наступление, а потом выяснилось Какие там все-таки гадости происходили Никто не знает, почем как Чужая душа потемка Но вот теперь, когда выяснилось Что ничего подобного нет То республиканцы пошли в атаку И атака эта в основном идет В две стороны Первое это, почему, когда Допрашивали Хиллари Было столько странных вещей Которые не соответствуют Коду, разработанному В Министерстве юстиции По допросам И второе, почему Когда начиналась слежка И история за Трампом Почему там было огромное количество Совершенно непонятных вещей С которыми надо разбираться Вот, значит, так называемый Инспектор Джейнерал То есть, генеральный инспектор Министерства юстиции Уже над этим работает По-моему, 7 или 8 месяцев И собирается в июне, в конце Если я ошибаюсь Давать свой отчет Над этим работает Один из штатских Назначенных еще Сэшенсом Главный генеральных прокуроров штата Сейчас я просто не помню фамилию Поэтому не говорю Вот И результаты расследования Которые велись в Конгрессе Переданы Бару В Министерство юстиции Нунесом Как Он называет это 8 обращений Что такое обращение Обращение это Вот это мы расследовали С нашей точки зрения Есть преступление Пожалуйста, займитесь Теперь с точки зрения Закона То есть, так сказать Обнаружение Наказания Этого преступления Значит, Барр сказал Что он будет Во-первых По заданию Значит, Лесли Грама Он будет Вести расследование Откуда Так сказать Началось Почему началось Как началось Кто начал И тому подобное Расследование Трампа Он будет По заданию От республиканцев Из Конгресса Вести расследование Вот этих вот Людей Которые врали Конгрессу Которые обманывали Делали подлоги И тому подобное Которых Мюллер Почему-то Не трогал Он трогал Только одну сторону И это вызывает Очень большие опасения Вот А последнее Это Значит, вот Информация Которую мы ждем От прокурора Штатского прокурора Все это вместе Сводится До конца года Еще будет Сведено В одно большое дело Которым Будет заниматься Барр Вернее группа Юристов Которые назначат На это дело После чего Я думаю Что в начале Двадцатого года Как раз Ко времени Когда люди Начнут просыпаться И думать За кого им голосовать Начнет выливаться В прессу И выливаться Не так мощно Как выливалась История с Трампом Потому что Пресса будет тормозить Но уж совсем Тормозить им Не удастся Вот Поэтому С моей точки зрения Прошло очень много Положительного Для тех людей Которые считают Что Трамп Это положительный Для нашей страны Президент Что мы идем В правильную сторону Я сейчас не говорю О том Что конечно У каждого Могутся какие-то Свои идеи Потому что Что делается неправильно Что можно было сделать Лучше Чего не нужно было Делать Тому подобное Но в общем Страна двигается В правильную сторону И мне кажется Что За последнюю неделю Прошло Целый ряд Вот этих Событий Которые Начались С окончания Расследования Мюллера Которые Очень положительно Повлияют На дальнейшее Как бы Развитие Нашей страны Как внутриэкономической Так и внешнеполитической Оптимистично Вы звучите Очень Мне это нравится Мне это нравится Хотя На самом деле Многие наши слушатели По поводу Расследования Деятельности Предыдущей администрации В частности Хиллари Клинтон И ее избирательные Компании Выражают Большой Скептицизм Поскольку Ну как бы Секундочку Я извиняюсь Они неправильно Или кто-то Неправильно Поставил Этот вопрос Дело в том Что никто Не собирается На данный момент Расследовать Снова Хиллари Хиллари Клинтон Дело в том Что Будет Расследование Расследователей Почему Происходили Вещи Которые Не должны Были Происходить Почему Ничего Не произошло После того Коанастер 30 тысяч Имейлов Кстати Сейчас Джерикл Вроде бы Получил Часть Из них Каким-то Образом Я не шлядил За этим Но они Очень радовались Этого 700 страниц Имейлов Которые ранее Нигде не фигурировали Почему Ничего Не произошло После того Как она Сервер Засунула К себе В ящик В этот самый В шкаф Платину Или там Куда-то еще Совершенно Незащищенный В который Мы уже точно Знаем Залезли Китайцы Это точно Знаем Почему ее Когда допрашивали Она должна была Что называется Одна Быть там Одна Она сидела С двумя Помощниками Которые Что-то такое Записывали Передавали ей Общались И тому подобное Почему Никто не заставил Ее поднять руку И сделать это Под присягой Почему Никто не записывал Эту беседу Почему Вообще Почему Коми Какое право Он имел Сказать Что он Значит Ее Он ее Оправдывает Он вообще Такого права Не имеет Он должен был Передать Это на заключение В Генеральному Прокурору Тогдашнему Но опять же Сейчас По каким-то Так сказать Я не знаю Проверенным Еще не проверенным Данным Но генеральный Прокурор В те времена Сказал Коми И ФВР Что делать То есть Они просто Делая вид Что они вмешиваются Они вмешались И руководили Этим делом Вот Почему происходили Всякие там Непонятные вещи Со слежкой Они говорили Что началось Такого-то числа На самом деле Вроде бы на три месяца Раньше В общем Много чего Происходило С теми Кто Вел это дело Не Хиллари Если выяснится Что же Где-то были обманы И поэтому Решение по Хиллари А принято было Не на основании Настоящих материалов А на основании Каких-то Обманных материалов Тогда дело Могут открыть снова Но сейчас Никто ее Не собирается Расследовать Понятно Вы кстати Упомянули Викиликс Я вспомнил Эмейлов Выброшено Тех Что украли Якобы У Хиллари Или у демократической Партии А потом выясняется Что И он указал Когда это происходило А потом выясняется Что Этот разговор Ну как Со слов Коэна Происходил После того Как Уже Были опубликованы На самом деле Эмейлы А кроме того Десять человек Трамповских Сказали Что он Никогда В жизни Не разговаривает По громкой связи Когда есть кто-то В комнате Это вот Как раз я привел Пример для чего Для того чтобы Сейчас же ведь идет борьба Сегодня Джаред Недлер Издал Супину Для того чтобы Запросить Затребовать Не просто Не отредактированный Доклад Милла Малера А с тем Чтобы там были Все Андерлайн документы То есть документы О показании Свидетелей В большому жюри Да Ну что они хотят сделать Они А причем они Прекрасно знают Что они этого не получат Но просто Им важно шум Шум делать Продолжать делать вид Что там что-то такое есть Чего нам просто не рассказали Вот Значит Этот же самый Недлер Во время Когда он был В Конгрессе Молодой еще Во время Клинтоновских дел И есть его запись Где он очень красивый И очень Еще толще был Такой большой Толстый Он очень красиво Очень красноречиво Говорит Как они смеют Республиканцы Требовать Какие-то материалы Все Им все сказали Значит Нельзя открывать А уж Разговоры о том Чтобы Расскрывать материалы Жюри большого Вообще Чтобы они забыли Это вообще Незаконно И никогда Сделано не будет Вот А сейчас он говорит 180 градусов Прямо противоположное Вот То есть Только для того Чтобы шум создать Сережа Для чего этот пример Это настолько гнусное И подлое дело Что мне Вот Мы вынуждены Об этом Противно Что говорить Об этом Противно Я понимаю Я еще для чего Этот пример Привел Что вот эти Показания Коина Коина Которые записаны Во всех протоколах В том числе Где его допрашивали На самом деле Являются Откровенной ложью Так вот Тот доклад В котором Есть показания Якобы Свидетелей Того же Бывшего Советника Юридического Трампа Это могут быть Точно Они могут Весить Ровно столько же Сколько показания Коина Потому что Вы же понимаете Что беседы Эти проводились Макдаггал Даг Макган Беседовал С Мюллером Там 30 часов В общей сложности И он мог наговорить Так сказать Во избежание Неприятностей Мы уже знаем Что поймать Любого на лжи Это как Щелк Пальцами Очень легко Так вот Чтобы избежать Неприятностей Он мог наговорить Все что угодно Лишь бы Лишь бы Избежать Неприятностей Потому что За Одну неточность Какую-то Допущенную Во время Во время Таких Допросов 30 часов Сегодня Спрашивали А потом Через Месяц Спросили Тот же Вопрос И немножко Оттенок Другой И уже Все Это ложь Поэтому он Мог наговорить Все что угодно Ну и вот Все эти показания Теперь являются Как бы основанием Для того Чтобы Вот этот Ушлепок Недлер Мог проводить Дальнейшее Расследование И возможно Хотя я сомневаюсь Что демократы Пойдут дальше И попытаются Объявить Импичмент Трампу Потому что Это вообще Полное безумие Это только Психически Нездоровые люди Могут этого добиваться У них нет Никаких шансов Для этого Это все равно Что с разбегу Попытаться Пробить бетонную Стену Так вот Все эти показания Которые Выеденного яйца На самом деле Не стоят Они будут использовать Для того Чтобы поднимать волну Для того Чтобы будоражить Свою базу Избирательную Для того Чтобы бросать им кость Для того Чтобы Нево Трамперы Могли тут Так сказать Поддержать их дух Мы еще Упускаем Из виду Следующее Что На данный момент Вполне возможно Что Внутри Так называемого Прогрессивного Крыла Демократической партии То есть Социалисты О которых я говорил Есть еще И следующая идея Лучше дать Трампу Посидеть Еще 4 года С тем Чтобы Через 4 года Уже пойти На выборы Не против него Популярного Популярного В смысле Голосов Сейчас популярного Он выберет Конечно популярность Из-за его Из-за экономики И всего остального И скажем АОС Как ее называют Она к этому времени Будет уже в том возрасте Когда ей можно Избираться Президенты И вполне возможно Что они сделают Все возможное Чтобы Демократы Не избрались То есть Потащат партию В сторону импичмента Всяких воев Глупостей И тому подобное А она тем временем Будет Что называется Строить себе имя На том Что она вот такая Вот самый большой борец Требует Там на базу Работает И так далее И таким образом Через 4 года Когда Трамп Закончит Быть президентом И будет кто-то Требыканцев На его место С этой стороны Выходит уже Прогрессивный Человек АОС И Она уже Настоящий Лидер партии Она уже За следующие 5 или 6 лет Ее сделают Председателем Комитета И тому подобное Может быть Заместителем А может быть И председателем Спикером Конгресса Потому что Понятно Что Пелоси уйдет Достаточно Скоро Она не может Выдерживать Она не может Сдерживать Этих Которые Сейчас пришли Поэтому Мы не знаем Подводных дел Поэтому я думаю Что Прогрессивные Будут требовать Импичмена И могут Заставить Партию Пойти в эту сторону Для того Чтобы саботировать Избрание Демократа Сейчас Президенты И Отложить На 5 лет То есть До следующего До 2024 года Своё наступление Не знаю Не уверен Мне вообще Порой кажется Что Акасия Кортес Будет Конгрессменом Один срок Потому что Слишком Слишком Высоко Она выскочила Слишком громко Заявила о себе И Мало того Её избиратели Которые Живут В Нью-Йорке Которые Лишились Там Тысячи Тысячи Рабочих Мест Высокооплачиваемых Я думаю Что Демократическая Партия Её будет Прайм Испытывать На прайм Ну во всяком Случа Мне так кажется Я не уверен В этом Но Мне так же Потому что Её что Её что Будут переизбирать Сейчас в двадцатом году Конечно Конечно Два года Она конгрессмен Каждые два года Конгресс переизбирается Полностью Поэтому я думаю Что Ей не простят Вот этого Вот этого Вот этой выходки С Амазоном Который ушёл Из Нью-Йорка Который хотел Построить Её Её избиратели Они Настолько Не образованные И что Они никак Не могли Претендовать На Амазон Это понятно Нет Там есть Всё-таки Какая-то часть людей Которая хотела бы Получить Изработку Ещё раз говорю Я не уверен в этом Но Есть некая надежда Давайте мы сделаем Небольшой перерыв После чего Вернёмся И продолжим Окей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok